Всем привет! Сегодня у меня тут на столе косметический салон. Хочу рассказать про заказ Эйван. Я говорила, что пользуюсь карандашами этой фирмы. Ну и декоративная косметика мне очень нравится. Меня спрашивали, покажите карандаши, как они выглядят. Очень давно это было и поэтому мне вчера пришел заказ. Выписываю я сразу много карандашей разных расцветок. Уже неоднократно пользуюсь много лет этими карандашами. И мне хватает их на год. Ну я рассчитываю, на сколько мне хватит. Карандаши я выписываю. Все выкручивающие я уже выписывала, пробовала. Мне они нравятся. Вот так они выглядят. Значит, диамант карандаш, игра цвета. Есть просто карандаш для глаз. То есть вот такие вот выкручивающиеся. Просто названия у них разные. Но по качеству все они хорошие. Я уже испробовала на себе. Чем они хорошие, чем они мне нравятся. Видите, разного цвета. Не буду показывать, как они. Если выписываете в каталоге, все видно. Разные расцветки. Вот такие всякие. Не слишком яркие я беру, а такие темноватые, чтобы на глазах они не сверкали, не блестели. Чем хороши тем, что если вы попадете под дождь, под снег, либо просто водой умываетесь, они не растекают, не расползаются. Круги под глазами темные или какие-то цветные не остаются. Прекрасно. Даже бывает, что иногда ночью на ночь не умоешься, не смоешь карандаш, утром встаешь, можно даже не подводить, а так же ходить. В общем, если кто пользуется, я смело рекомендую эти карандаши. И отзывы у людей многие хорошие. Еще мне нравится карандаш для губ. Тоже выкручивающийся. Вот так они, по-моему, все по 0,28 граммов. Что для губ это изысканная специя. Я беру темные. Если вот к телесному цвету они как-то брала, совсем не видны. И контур вообще вот обводишь, не видно, если светлые. Так что темный в самый раз хорошо, очень нравится. Еще выписала помаду. Аж две штуки. Мне она очень понравилась. Сейчас я скажу, как она называется. Супер устойчивая губная помада до 8 часов цвета. Тоже понравилась. Сейчас у меня на губах я выписала, значит, нежный бутон. Тоже скажу, чем понравилась. Она вообще не ощущается, как будто нет у тебя на губах помады. И что мне нравится, что нет запаха какого-то постороннего. Твои помады намажешь, там оближешь губы. Вот запах стоит или что-то какие-то добавки делают. Не знаю. Вот это вообще мне нравится. И она очень устойчивая. Тоже мне это понравилось. И прям так хорошо. Хорошо лежит на губах. И здорово себя ощущаю я. Еще, знаете, выписала кисточку для губ. Она выдвигается вот такая. Цена, конечно, у нее хорошая. 100. 149 или 160. Не помню. В новом каталоге она чуть подешевле. 149. Для нанесения губной помады. Я, ну как, специалисты вроде рекомендуют кисточками наносить помаду. Но я не для такой цели взяла, чтобы наносить кисточкой. А когда вот заканчивается помада, красивый цвет, тоже Ивановская, мне очень нравится. Выковыривать неудобно. А вот этой кисточкой самый раз, раз, раз и все. Вот я для этого себе приобрела кисточку. Так, значит, еще что рекомендую. Кто пользуется румянами, тоже многие спрашивали. Вот, такие румяна. И это я уже купила вторую, выписала вторую коробочку. Хватает ее года на два с половиной. У меня вот тем, я подбираю под темный цвет. Есть там светленькие разные. Тоже мне очень нравится. И пользуюсь вот такой кисточкой. Этой кисточкой уже не знаю сколько лет, наверное, более десяти лет. Это была еще натуральная. Вот ворс натуральный. Нравится, ничего не лезет. Пушистенькая, удобная. Если в каталогах есть, то можете тоже выписывать смело. Хотя говорят, вроде сейчас кисточки некоторые вылазят. Не знаю, но мне вот с этой повезло. Так, все, про это рассказала. Да, еще вот, что я выписала. Воск и пудру для бровей. Не знаю, как сказать отзыв. Это я первый раз выписала. Пользуюсь, наношу воск для придания формы бровям. А это вот, если нужно, темно-коричневая для яркости бровей. Что, ну, в основном больше пользуюсь вот такой воском. Кто, если пользуется, тоже, в принципе, это нормально. Можно такую штуку выписывать, кто красит брови, пудра есть. Выписала тушь. Инфини, инфинити, тайс, инфинити, тайс. Не знаю, как называется. Короче, три в одном. Удлиняет. Делает ресницы пушистыми. И еще что-то. Один раз только я попробовала покрасить. Ну, отзыв не могу сказать, что супер-пупер. Кисточка, кисточка такая пушистая, интересная. Я такой еще не раз не видела. Ну, знаете, ощущение того, что вот как будто она вот какая-то суховатая. То ли там она такая должна быть, то ли она уже высохла. Я не знаю. Но я покрасила ей, там как частички она удлиняет. На глазах смотрится красиво, пушисто. Ну, рекомендовать пока не знаю, не могу. Чтобы там долго я ей пользовалась. Мне заказ пришел недавно, поэтому... Еще меня спрашивают, какими я лаками пользуюсь. Ну, это уже не из Эйвон. Вот эти лаки я покупаю в обычных магазинах, где я увижу именно вот таких цветов. Мне нравится кофейного цвета. Марку вообще без разницы какая. Покупала и дорогие, и недорогие. Одна песня, они держатся... Вот мне на неделю хватает, потом начинают слазить и все. И, короче, каждую неделю я покрываю ногти лаком. Вот такой цвет кофейный мне больше нравится. И светлые тона лаков нравятся. Яркие какие-то, красные, малиновые, бордовые я вообще не приемлю. Ну, это на любителя, у кого и что. Еще хочу вам сказать. Мне очень понравилось. Я купила себе давно-давно хотела, потому что я брови всегда крашу. Вот когда они выгорают. Ходила в салон и красила эстель. Эстелевской краской. Тоже ее купила в специализированном магазине, который торгует для парикмахеров все принадлежности. Эстель. Что тут написано? Only Lox. Вот так где-то. Что-то. Значит, здесь находится вот эта вот сама краска для бровей и ресниц. Потом проявляющая эмульсия. Штучка такая специально, где разводить. И кисточка. Мне понравилось. Я один раз уже попробовала, покрасила. Просто разводишь и наносишь сюда на брови. Держишь определенное время. Ну, по инструкции все ясно написано, как разводить, сколько держать, если нужно вам сильно черные брови. Я вот люблю темные, чтобы были. Значит, минут 15-20 можно, в общем, прочитать и это все сделать. Три года. Срок годности. Очень экономичный. Мне нравится. Вот мне хватает это краску на три недели. Так что вообще очень удобно. В любое время не надо ходить куда-то. Очередь занимать. Нанесла себе аккуратненько. Форму придала, какую нужно. И все. Очень удобно. Стоит 150 рублей вот этот вот флакончик. Вообще прекрасно. Так что очень здорово. Вот. Такой обзор. Косметики. Как я пользуюсь, не знаю. Тоже меня еще просили показать, как я наношу макияж. Но у меня он элементарно обычный. Если что, может быть в следующем ролике я просто выложу и расскажу. Ну все. На этом заканчиваю обзор. Наверное, уже долго. Пока-пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова